Это новости на телеканале Хабар. В прямом эфире мы работаем. Меня зовут Лаура Жакупова, ведущая сурдоперевода Хасан Исраилов. Добрый вечер и прямо сейчас некоторые сообщения этого выпуска. Избежать повтора. Риски паводковой угрозы подсчитали в правительстве. С учетом предстоящей снежной зимы в регионах готовят нужную технику и строят дамбы. Жесты лжи. На востоке страны руководитель местного фонда общества глухих обворовывала своих подопечных. И унесенные ветром. Как в регионах Казахстана и на автодорогах отразилась бушующая погода. Об этом и другом через несколько секунд. И обо всем расскажем сейчас по порядку. Сергей Лавров провел переговоры со своим... А вот глава государства принял министра иностранных дел Российской Федерации. Сергей Лавров заверил, что все ключевые вопросы многогранного сотрудничества России и Казахстана, в том числе повестка предстоящего визита Владимира Путина в Астану, обстоятельно отрабатываются на уровне правительств и внешнеполитических ведомств двух стран. Глава российского МИД также выразил признательность Касымжамарту Токаеву за организацию в Астане научно-практической конференции, посвященной 80-летию МГИМО, которая получила широкий резонанс в дипломатических кругах и СМИ. Сергей Лавров также провел переговоры и со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. Обсуждены состояния и перспективы казахстанско-российского стратегического партнерства. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повесток. Взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных объединений. По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств подписали план мероприятий по сотрудничеству между министерствами иностранных дел Казахстана и России на ближайшие два года. Свыше 20 казахстанских судей наказали за некорректное рассмотрение дел с начала года. Это в два с половиной раза больше, чем в 2023-м. Об этом сообщили в Сенате представители Верховного суда. В Верхней Палате парламента также сегодня одобрили единые правила обращения в Кассационный суд. Теперь жалобы будут поступать напрямую в коллегию без предварительного рассмотрения. Изучать их смогут сразу три судьи, но не дольше полугода. Это позволит значительно упростить процесс обжалования, улучшить качество правосудия и повысить доверие к системе, считают законотворцы. И кроме того, поправки дают право замам генпрокурора, главному военному и транспортному прокурорам вносить протесты в Кассационную инстанцию. Пока такая возможность есть только у главы высшего надзорного органа. Также предлагается сократить срок рассмотрения дела о признании организаций экстремистскими с месяца до 10 дней. Я напомню, самостоятельные кассационные суды по уголовным, гражданским и административным делам заработают в Казахстане уже с 1 июля будущего года. Усовершенствовали механизм. Во-первых, самостоятельность создания судов кассационных, допуск к слошной кассации, о чем люди говорят. Говорят, уберите вы эти фильтры непонятные, дайте нам возможность пройти кассацию третью инстанцию. Это унифицируется правило, то есть все будет одинаково. Что уголовное, что гражданское, что административное дело будет идти по одинаковому процессуальному порядку обжалования. Поправки в закон связаны с деятельностью трех самостоятельных кассационных судов, которые будут созданы по поручению главы государства в следующем году. В частности, пересмотрены основания, условия, а также сроки рассмотрения дел в кассационном порядке. Вносятся также изменения, призванные укрепить независимость судей и их ответственность. Надеемся, что закон будет способствовать обеспечению прозрачности и оперативности судебных процессов. С начала года АФМ завершил расследование 57 уголовных дел, связанных с деятельностью Финпирамид. Общий ущерб, причиненный жертвам, составил почти 20 миллиардов тенге. В частности, на днях в столице осудили организатора финансовой пирамиды. И вот, согласно материалам дела, женщина обманула 11 компаний, обещала им поставку стройматериалов и также 90 человек, которые вложили в ее фирмы больше миллиарда тенге. Сотрудники агентства по финмониторингу и общественники призывают казахстанцев не вестись на обещания мошенников заработать легкие деньги. Айгерим Бегенова продолжит. Деятельность финансовых пирамид практически известна всем казахстанцам. Но почему-то до сих пор люди поддаются на мошеннические схемы. Организатор, привлекая вкладчиков, обещает высокий доход. Деньги, которые участники вкладывают в пирамиду, переходят в его карман. Вкладчики приводят других участников, пирамида растет. Вклады новых инвесторов становятся доходом для тех, кто находится на ступеньку выше. Но если этот поток иссякнет, пирамида рухнет. И вложенные средства будет очень сложно вернуть. Проект СтопПирамида существует три года. За это время работники фонда смогли помочь жертвам мошенничества вернуть около 200 миллионов тенге. Создатель проекта подчеркивают в преступные махинации, потому что те верят в быстрый заработок. Чтобы понять, что вы столкнулись с финансовыми пирамидами, не обязательно иметь юридическое образование. Есть определенные экономические несостыковки, которые видны сразу. Если говорить о инвестициях, о приумножении капитала или о заработках вообще как таковых, мы смотрим на оффер, на то, что предлагают людям. И, например, когда людям предлагают 1% в день, и готовность выплачивать проценты ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Если к этому пристегивается реферальная система, приведи сюда друга, получи за это бонус. И когда там начинают описывать, что мы занимаемся бизнесом, типа солнечной батареи или какое-то строительство нефтепровода. Один предприниматель в принципе на такое не пойдет. Этот молодой человек уже больше года не может вернуть деньги, вложенные в пирамиду, прикрывающейся китайской компанией. Реклама на официальных источниках СМИ развеяла его сомнения. Ведь, как известно, за пропаганду деятельности финпирамид существует уголовная ответственность. Соответствующий закон вступил в силу два года назад. Увидел статью не только в одном из СМИ, это было несколько СМИ. В гугле нашел сам сайт GPIBS, перешел по нему, связался со службой поддержкой. Мне все объяснили, объяснили по процентам, объяснили по процентам, сколько я могу заработать. После чего я непосредственно проинвестировал в свои первые 100 тысяч. У меня в личном кабинете отразилась данная сумма. Я вижу, что у меня деньги идут, я зарабатываю. Я взял сумму в кредит около трех миллионов и вложился. История этого молодого человека очень похожа на истории многих других, ставших жертвами обмана. Как только люди собираются снять заработанные деньги, организаторы финпирамид заявляют о налоге, которые необходимо оплатить. А после и вовсе удаляют страницы, номера и блокируют группы. АФМ реализует спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам». С начала его работы удалось закрыть 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram, а также привлечь к ответственности организаторов целого ряда финпирамид. Остановить работу у мошеннических групп возможно, перестав питать их своими деньгами. Айгерем Бегенова, Самуатов, Спанов, Хабар. Прокуратура области Улытау отменила несколько конкурсов на госзакупки на общую сумму 2,6 млрд тенге. Надзорный орган установил, что власти Шизказгана устанавливали квалификационные требования, ограничивающие и усложняющие участие потенциальных поставщиков в госзакупках. Это противоречит действующему законодательству. По акту надзора прокуроры города отменили 6 конкурсов за ненадлежащее рассмотрение внесенного представления по вышеуказанным нарушениям. Заместитель Акима города, руководитель отдела ЖКХ и еще 15 должностных лиц привлекли к административной ответственности. На них наложили штраф на общую сумму почти миллион тенге. Похитила деньги у лиц с особыми потребностями. Но такое обвинение Антикор выдвинул против руководителя фонда Шигыз Казахстанского общества глухих на востоке республики. Женщину обвиняют в присвоении 115 миллионов тенге. По версии следствия, она под видом оказания услуг сурдоперевода перечисляла бюджетные деньги на свой собственный счет. При этом якобы работы выполняли специалисты жестового языка. Так ли это на самом деле покажет расследование. Ну а в целом в Усть-Каменогорске проживают почти 300 человек с диагнозами глухота и тугоухость. Сурдопереводчики помогают им устроиться на работу, обрести новые навыки, необходимые для социализации. Или же поддерживают в процессах получения государственных услуг. Антикоррупционные службы по Восточно-Казахстанской области в мошенничестве изоблечен руководитель кооперативного фонда Шигыз Казахстанского общества глухих. Она подозревается в завладении бюджетными средствами в сумме 115 миллионов тенге и на информацию в интересах следствия разглашению не подлежит. Продолжаем. Вопросы подготовки к паводкам следующего года рассмотрели сегодня в правительстве. По гидрологическим прогнозам зимой температурный режим ожидается в пределах климатической нормы. Количество осадков превысит многолетнюю норму. На сегодня в стране функционирует 377 гидропостов, 25 снегомерных маршрутов и 347 метеорологических станций. В 9 областях созданы специализированные организации по содержанию и обслуживанию гидротехнических сооружений, которые находятся в коммунальной собственности. И также провели механизированную очистку 95 километров каналов в западно-казахстанской и восточно-казахстанской областях. Больше чем на 50 участках рек и на одном озере проведут санацию русел. Местные исполнительные органы построили и укрепили свыше тысячи километров защитных дамб. Из них 275 километров подготовлены к паводкому сезону будущего года. Мобилизовано свыше 63 тысяч человек. Привлечено 7 тысяч единиц техники. Непогода обрушилась сразу же на несколько регионов страны. Всему виной обширный циклон. Он принес шквальный ветер до 30 метров в секунду и гололедицу. На севере страны за сутки уже выпала декадная норма осадков. На дорогах скользкая, видимость нулевая. Бушуют сильные ветеры в столице. Скорость такая, что не выдерживают деревья и кровли зданий. Повреждены местами электропровода. На расчистку дороги и последствия стихии брошена вся коммунальная техника. Айгуля Монтаева расскажет детали. Двое мужчин в Хрумтаусском районе Актюбинской области вышли проверить скот и заблудились. Всему виной буран. Сугробы выросли буквально за ночь. Автомобили оказались в снежном плену. Пассажиры не справились самостоятельно. Спасатели пришли на помощь. Ограниченные движения транспортных средств на пяти участках. Республиканское значение – это Актюбе, Атрау-Астрахан, от города Актюбе до поселка Харал-Кильда. И Самара-Шенкент у нас. Тоже ограничение – это от города Актюбе до поселка Харабутап. Метель разбушевалась и в центральной части Казахстана. Видимость нулевая у местных спасателей Аврал. В Асакаровском районе Карагандинской области, недалеко от села Степное, чуть не замерзли семь человек с детьми. Честники подоспели. Вовремя кое-где даже потух свет. В кратчайшие сроки будут устранены все отключения по электроснабжению. Ситуация находится на контроле. На севере страны ситуация еще хуже. За сутки выпала больше среднедекадной нормы. А затем резко ударил мороз. Больше сотни человек получили травмы из-за сильнейшего гололеда. Регион превратился в огромный каток. Устоять на ногах порой просто невозможно. Машины заносит и разворачивает. Есть столкновения. Шестерых горожан врачи госпитализировали серьезными травмами. Отмечается усиление режима в травмпункте. 44 перелома, 46 ушибов, ДТП. Наложено больше 50 поязок гипсовых. Советуем выбирать правильную обувь. Первая жертва из-за непогоды в Павлодаре. На 67-летнюю женщину во дворе дома упал тополь. С многочисленными травмами пенсионерку оперативно увезли на скорой. Но спасти жизнь Павлодарке не удалось. Травмы, несовместимые с жизнью. Это множественные переломы. Переломы голени обеих. Переломы тазобедренного сустава. Перелом позвоночника закрытый. Заарегистрировано 15 фактов срыва кровли. В городе Павлодар, Экибастус, Аксу, Байнаульском, Ахтугайском районе. Произошло 28 фактов отключения электроэнергии. Ветер такой силой, что сбивает с ног. Это уже в столице. 112 сообщает о рекордной скорости до 30 метров в секунду, что срывало контейнеры. Я машина, смотрите, с московской. Мусорка улетела. Летела кровля с высоток. О, что ты. Смех. Не выдерживали даже беседки на детских площадках. Незапланированная дистанционка. Сегодня у школьников с нулевой по седьмой классы ограничено движение. На близлежащих трассах задержаны рейсы из Алматы к Злорде, Акта, Уральска. Опаздывают и самолеты международных направлений. Темень не только на улицах Астаны, но и дома. Из-за порывистого ветра часть столицы осталась без света. Блэкаут зафиксирован в основном на правом берегу этой районы. Сарарха и Алматы, а также юго-восток. Тем временем синоптики предупреждают. Такая погода сохранится еще два дня. Берегитесь тебя. Айгуля Монтаева, Айбек Акшулаков, Хабар. Жители 25-го микрорайона в пригороде Усть-Каменогорска хоть и считаются горожанами, но не имеют доступа к элементарным благам цивилизации. Только на проведение водопровода еще три года назад им выделили 2 миллиарда тенге, но вот так и не подключили. В долгостроях также проект по электроснабжению. Почему финансирование есть, а результата таки нет, выясняла Анна Лизинбердина. Этот микрорайон Усть-Каменогорска люди пытаются обжить уже больше 30 лет. Правда, не все, кто построил здесь дома, решились в них заехать. Тяжело без благ цивилизации. Александр Кожихов ждет их с 1989 года. Даже пытался решить проблему с отсутствием электричества самостоятельно. Поставил в огороде ветровую установку. Мы вынуждены были находить какие-то реальные решения по добыче электроэнергии. Но сила ветра подкачала, и получить свет таким образом не удалось. Александр Иванович в итоге приобрел обычный бензиновый генератор. Заведу свой генератор и дам электроэнергию на 2-3 часа. 2-3 часа в день это будет очень накладно. Это нужно обеспечивать себя бензином в большом количестве. Тем более бензин нужен и для машины ездить в город за продуктами. Магазинов поблизости нет, впрочем, как и связи, и интернета, и дорог. Опасно же, когда так заносит? Конечно. Можно улететь куда-то. Вот видишь, как оно тянет. Проблемы микрорайона можно перечислять долго, жалуется и дельфоза Жалдыбекова. Они построили дом 3 года назад, но заехали лишь прошлым летом. Так и не дождавшись централизованных сетей, электричество протянули от кафе на дороге. Сами провели линию и только за разрешение подключиться отдали частнику 300 тысяч тенге. Ежемесячно платят ему еще по 20 тысяч. При этом свет есть не всегда. Получается, за свет выходит очень дорого. Печка у нас длительного горения. И когда свет отключают, получается, мы остаемся вообще без тепла, без света, еще без воды. Потому что вода у нас насос идет. На теле подключить микрорайон к центральному водоснабжению должны были еще в 2021 году. Сети проложили, но в горной местности. Без насосов подать воду людям нельзя. Все упирается в отсутствие электричества. Провести же его проблемный подрядчик не может уже третий год. В Акимаче с ним судились, но пошли на мировую. Если мы сейчас будем рассматривать и говорить о вопросе расторжения, то это займет определенные сроки по расчету завершения строительных монтажных работ, проведение также повторных конкурсных процедур, это может затянуться до 26-го года. Исполнители сложности с завершением проекта объясняют санкциями. Раньше европейские комплектующие для подстанции. На их завод поступали через Россию. Сейчас сроки затянулись. То есть для подачи освещения нужно установить вот эти подстанции. Фундаменты проложены, кабель проложен. Сейчас у меня завод изготавливает три подстанции, но до конца года мы планируем поставить 10 подстанций. Всего их должно быть 40, но даже первых 10 хватит, чтобы дать свет домам, где все же живут люди. Подрядчик обещает подключить их до конца года. После этого обещают разобраться и с остальными вопросами. В Казахстане жилые помещения могут перейти к внедрению механизмов энергосбережения. Сегодня в Астане Министерство промышленности и строительства на 7-м международном форуме заявило о своих намерениях. На встрече участвовали международные эксперты энергетической отрасли. И вот по словам специалистов, в республике реализуется политика энергосохранения. На сегодня многие промышленные предприятия сэкономили от 15 до 30% за счет внедрения энергосберегающих технологий. Эксперты считают, что и жилищно-коммунальная отрасль требует сокращения потребления энергии. В среднем за год жилые дома потребляют 270 кВт-ч на 1 квадратный метр. Хотя международная норма составляет до 150 кВт-ч. В последние 10 лет мы активно уделяли внимание промышленности. Сейчас помимо промышленности мы начинаем смотреть в сторону сектора зданий. Потому что там есть огромный потенциал в части энергоэффективности. Есть стандартные решения в энергосбережении. Это как замена автоматизированных тепловых пунктов или установка их. И световые решения. Если их заменить на энергоэффективные и поставить это оборудование, то экономия при существующем потреблении составляет 30-40%. Порядка 400 предпринимателей и 180 бизнес-ассоциаций со всех регионов собрались сегодня в столице обсудить свои проблемы. Последних, как оказалось, немало. И для их решения требуется государственная поддержка. На открытии 12-го съезда Национальной палаты предпринимателей Атамикен побывала Роза Сатканова. Доля малого предпринимательства в стране, согласно официальным данным, составляет чуть больше 30%. И этого недостаточно, если учесть, что именно малый бизнес в развитых странах является одной из ключевых сил, без которых невозможно стабильное экономическое развитие, отмечают эксперты. Мы считаем, должен быть фокус на микро- и малый бизнес и отдельно новые подходы к развитию среднего предпринимательства. Сейчас доля, это на самом деле мало. Поэтому реальный потенциал по увеличению доли малого и среднего бизнеса он колоссальный, я считаю. И наша задача палаты в первую очередь стимулировать бизнес выходить из тени. Для стимулирования бизнеса в первую очередь нужно решать существующие проблемы. К примеру, в серии сельского хозяйства обновлять устаревший автопарк, решать логистические и другие вопросы, говорят предприниматели. Сейчас у нас многие аграрии не могут реализовать свою продукцию только из-за того, что нет возможной логистики. И сейчас этот вопрос уже надо решать не только на местном уровне, но, к сожалению, чтобы и государство, и правительство уже приняли участие по разрешению вопросов логистики. Не хватает вагонов, бывает, говорят, да. То есть у нас есть вроде как бы покупатели, есть продавцы, но доставить, отправить, у нас с этим возникают сложности. В то же время на финансирование агропромышленного комплекса в текущем году было выделено порядка 454 миллиардов тенге. Больше половины из этой суммы, 224 миллиарда, направлены финансовые инструменты. Например, на дешевые кредиты для бизнеса. При этом дополнительная потребность на субсидирование АПК составляет чуть больше 257 миллиардов тенге. Через фонд Дому берут, допустим, кредиты. И поскольку есть государственная программа по возмещению части процентной ставки, то поэтому предприниматели идут. Но они рассчитывают на определенные проценты. И когда возникает вот такая задолженность, то, к сожалению, приходится вырывать с оборота. И здесь эти кредиты становятся иногда даже неподъемные для кого-то бизнеса. Поэтому вроде как мы стараемся стимулировать производство. Говорим, вот дешевые деньги, пожалуйста, берите. Но когда возникают вот такие задолженности, эти вопросы возникают уже у бизнеса. Именно по кассовым разрывам им тяжело гасить эти кредиты. Проблем хватает и в обрабатывающей промышленности, строительстве, туризме, секторе перевозок, в сфере госзакупок и тарифов. А ведь все издержки производства в конечном счете отражаются на покупателях, отмечают представители бизнес-структур. На электроэнергию тариф один из самых высоких сегодня в Киевинской области. Предприниматели, которые имеют магазины у дома, это все отложится на продукты питания. У каждого там норма четыре холодильника. Куча приборов, которые потребляют электроэнергии. Это все отложится на стоимость продукции. В итоге конечном счете оно отражается на кошельке наших граждан. Тарифы должны быть приемлемы. Они должны все время идти такими темпами. Не менее важные вопросы по закупкам. Они ставятся регулярно, постоянно. Очень важные вопросы сегодня связаны с землей. Есть стратегические вопросы, которые требуют изменения определенных нормативных документов, системы государственного планирования. Есть вопросы и к правоохранительным органам, есть вопросы к комитету государственных доходов, таможней и ряду других. Поэтому вот такое вот фейс-ту-фейс, как говорится, обсуждение, оно всегда дает положительные результаты. Оно всегда очень важно. Как отметил председатель правления президиума нацпалаты Атамикин, развитие предпринимательства требует постоянного обновления законодательства и устранения административных барьеров. На нынешнем предсъезде акцентировали внимание на обсуждение новой редакции Налогового кодекса и судебно-правовой реформе. На мероприятии предложили пять приоритетных мер для улучшения делового климата в Казахстане. Среди них упрощение налогового законодательства, запуск программы поддержки малого и среднего предпринимательства, повышение прозрачности в госзакупках, инвестиций в образование. Больше 200 новых проблемных вопросов будут переданы в правительство для поиска решений. Россатканова, Мирамбек Беспаев, Хабар. Завод по переработке шерсти будет построен в Актюбинской области. В следующем году производственная мощность предприятия согласно проекту составляет 2500 тонн. Об этом рассказали представители Минсельхоза на брифинге в СЦК. И вот, по их словам, новый завод позволит решить проблемы фермеров со сбытом шерсти и шкур крупного рогатого скота. В целом, как отметили в ведомстве, благодаря оказываемой господдержке в отрасли переработки сельхозпродукции отмечается ежегодный рост. За 9 месяцев этого года произвели уже продовольственных товаров почти на 2,5 триллиона тенге. И вот по итогам прошлого года объем экспорта продукции АПК составил свыше 5 миллиардов тенге. Почти половина из них – это доля переработанной продукции. При этом в отрасли имеются и проблемные моменты. Одним из них является низкая загруженность предприятий по переработке. Например, загрузка мощности по переработке мяса составляет 54%. Производство макаронных изделий – 42%, муки – 36%. Как показал анализ, среди основных факторов, сдерживающих развитие отрасли – высокая стоимость и низкое качество сырья, ограниченность рынков сбыта произведенной продукции и отсутствие льготных кредитных ресурсов для пополнения основных и оборотных средств. Всенародный праздник выгодных покупок Каспий-Жума начнется уже завтра и продлится 3 дня – 8, 9 и 10 ноября. Этого события ждут не только покупатели, но и продавцы. Что происходит перед стартом больших продаж, выясняла Дельнас Думан-Козы. В каждой Каспий-Жума участвует все больше казахстанских производителей. Мы всегда рады Каспий-Жума. Почему? Потому что это огромная возможность. Именно с точки зрения бизнеса это сильно привлекает новых клиентов. Мы всегда рады этому и хотим, чтобы это продолжалось. И я думаю, любому предпринимателю, который хочет стать успешным, Каспий-Жума помогает в разы увеличить продажи. Каспий-Жума всегда дает хорошие продажи. И все больше и больше людей узнает о нас. И больше отзывов оставляют классных именно о том, что мы являемся казахстанским производителем. А благодаря тому, что мы продаем свои сумки на Каспий, в том числе во время Каспий-Жума, у нас максимальное количество заказов из регионов. И больше всего меня радует, когда заказывают из маленьких городов и поселков. Это значит, мы становимся ближе к своим клиентам. Они быстро получают свои товары. Вместе с электронной торговлей развиваются и службы доставки. Плюсы в том, что чем больше мы возим, тем больше зарабатываем. Ну, Каспий-Жума – это, в принципе, для всех возможность. Для продавца больше продать, для покупателя выгодно купить. Ну и для нас это каждый раз новые задачи, которые мы ставим и достигаем. Для нас это тоже рост. Готовимся к празднику. Все эти возможности – результат большой работы и инвестиций Каспий-Кизет. Об этом недавно на форуме рассказал Михаил Ламтадзе. Технологии, которые мы разрабатываем, и сервисы, которые мы создаем – это огромные инвестиции. Нам обходится разработка сервисов, их поддержка, технологии, дизайн. Около 200 миллионов долларов в год. Мы предоставляем сервисы нашим партнерам. Давайте представим, что, например, в Казахстане, допустим, не было бы электронной площадки, маркетплейсинг. У нас были бы, наверное, только иностранные торговые площадки, которые бы торговали. И малый и средний бизнес не смог бы конкурировать. Все сервисы Каспий тоже разработаны нашей казахстанской командой. Все технологии и продукты, и сервисы, которые мы разработали, и дизайн, который мы делаем – это все сделано в Казахстане, нашей казахстанской командой, людьми, которые работают в Каспии. Мы здесь сидим, работаем по 2-4 часа для того, чтобы такие крутые сервисы создавать. Не зря опыт Каспий КИЗ уже несколько лет изучают в Гарварде. Это пример того, как инновации приносят пользу людям, бизнесу и экономике страны. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения поэта, кандидата филологических наук Беркута Искакова. По этому поводу в Нуринском районе Карагандинской области состоялась республиканская научная конференция. Ученые и преподаватели со всей страны говорили о вкладе Беркута Искакова не только в поэзию, но и в журналистику. Также прозвучало предложение назвать одну из улиц столицы его именем. К столетию известного поэта в Центральной библиотеке посёлка Нура приурочили и открытие мемориальной доски. А чтобы молодёжь смогла ближе познакомиться с творчеством Беркута Искакова, актёры подготовили небольшую постановку о его жизни. Мы должны уважать, сохранять, передавать эти страницы истории следующему поколению. Беркут Искаков заслуживает такого внимания. Он сделал немало для отечественной поэзии и журналистики. Беркут Искаков прошёл Великую Отечественную войну. Вернувшись с фронта, работал литературным сотрудником карагандинской газеты «Орталык Казахстан», а также заведовал отделом в редакции газеты «Лейненшилжас», где проявил себя талантливым журналистом. Это подтверждают его очерки. Караганда – сокровищница Казахстана, сердце сырарки на берегу Величественной Нуры. Поднимал он и социальные проблемы, и рассказывал о тружениках Казахстана. Я являюсь членом столичного городского отделения аномастики более 10 лет. Думаю, что на ближайших заседаниях мы поднимем такие вопросы, как присвоение одной из улиц имени Беркута Искакова и установки памятника. Я считаю, что народу необходимо знать о его вкладе в развитие казахской литературы. В рамках конференции ученые презентовали историко-биографическую публикацию, где рассказывается о жизненном пути поэта и журналиста. Также собравшимся показали фильм о Беркуте Искакове. Леана Жамлиханова, Зарина Зулпыхар, Карагандинская область, Хабар. Продолжаем. Куклы, олицетворяющие эпоху шелкового пути, красавицы в этнических нарядах, а также полюбившиеся многим персонажей с детства. Азиадол в Казахстане проходит в пятый раз. В этом году мероприятие посетили более 50 мастеров из Казахстана и ближнего зарубежья. На международной выставке авторских кукол имени Шахтеди Валматы представили 150 экспонатов.